доброе утро друзья добро пожаловать на канал идем проверять завтрак надеюсь они меня вчера услышали чтобы они не делали в большом количестве всего чтобы потом меньше выбрасывать сейчас узнаем у нас тут сегодня овсянка нет это не овсянка это рисовая каша с орехами какао сосиски корень маниока панкейки скрэмбл рис и котлеты всего понемногу вот молодцы сегодня короче не успела зайти на камбус уже какие-то проблемы не работает плита все вырубилось электричество духовка работает нормально все а плита не работает сейчас позвонил электриста но как раз у нас в полном разгаре готовится обед но раз будем решать короче все нормально выбила просто автомат не знаю может большая нагрузка была сильно уже включили все конфорки сразу плюс духовку она будет проследить раньше такого не было разберемся так значит мясо рыба курица размораживается кондитер терапия сделал заготовки уже сэндвич и булочки сосиски в тесте отлично вот что у нас осталось на сегодняшний день из овощей то пару кусочков капусты немного лайма и картошка в принципе все ни лука ни морковки ничего надеюсь чтобы мы сегодня получим провизию как обещали хотя вчера сказали что она приедет 8 утра то есть через полчаса я надеюсь что так и будет в морозилке у нас продукта в принципе достаточно курицы рыбы всего хватает также свинина говядина замороженные овощи это все есть уже проще но тоже момент мы получим сейчас свежие продукты а когда приедет заморозка на проект вот это вот непонятно вроде проект начнется через две недели на какой срок мы получаем сейчас провизию точно не ясно и ну я надеюсь что через две недели приедет еще продукты свежие еще заморозка на проект потому что разное количество людей на борту некоторые приезжают уезжают то есть по 5 по 7 человек и это все продукты это все экстрамилы это надо учитывать плюс и есть чтобы не было много остатков то есть это все тоже надо считать поговорил сейчас с шеф-поваром переживает капец хочет здесь остаться я не переживаю типа все будет нормально я буду подсказывать если что типа все будет под контролем пару дней мы посмотрим ну на твое видение блюд на твою подачу то есть посмотрим как ты выдаешь как ты работаешь систему работы твою и дальше уже будем если что корректировать если что я что-то подскажу вот то есть будем отталкиваться от твоего опыта поэтому типа не переживай все будет нормально от кого все спасибо спасибо все хорошо ну мужичок толковый главное что типа не лезет на рожон знаете как бывает что если взрослый человек то он сразу начинает бить себя в грудь я знаю больше что ты мне советуешь типа нет пообщались нормальный идет на контакт типа если что подскажи если что поделись опытом вот я типа давно хотел работать на этом судне я все нормально не нервничаю если что по ходу дела буду тебе подсказывать и скорректируем отличное меню и будем себе работает спокойно без жалоб и нюансов всяких так что не переживает все отлично все хорошо а так уже время кофе тайма провизии до сих пор нет вот у нас такие сэндвичи на перекус с тунцом вот и единственная информация которая есть то что продукты уже выехали со склада то есть скорее всего через пару часиков не привезут и и начинают сейчас прошел очередную мединспекцию мед медицинскую проверку от доктора там давление руки посмотрел все ли нормально нету ли аллергии кашля и так далее все записал и сказал что типа когда будет проект очень важно соблюдать стандарты типа надо ходить в форме надо чтобы в кепке нельзя ходить нужно ходить в определенные бандане либо вот этих вот одноразовых шапочках ну хорошо конечно тут более важные моменты как бы есть нюансы до которые никто не соблюдает придираются такие мелочи посмотрим как будет время проекта очень интересно вот у нас уже обед готов тут у нас отварная картошечка с чесночком потом цветная капуста отварная тоже с майонезом и чесноком рис фасоль здесь у нас желудки такое рагу с говядиной и печеная курица также на салат у нас отварная свекла с майонезом и чесноком десерт будем фисташковый апельсинки все четенько пока замечание нету отлично хорошие новости друзья провизия будет через 10 минут идем посмотрим так вроде бы вот здесь стоит да вон стоит грузовик с провизией вон там вот его сейчас погрузят на лодку но не грузовик а провизию погрузит на лодку видно что уже палеты выгрузили там вроде два палета всего загрузит на лодку и привезут и у нас наконец-то будут свежие овощи и фрукты так что ждем так сейчас быстренько пообедаю пока провизии еще нет так что приятного аппетита все провизия на месте так я надеюсь что это лишь не все что нам привезли там еще будет то прям очень мало все провизия начинает приезжать грузин до бананы уже черные ганилые даже я бы сказал будем писать репорт значит что это нет не нормально короче вот это все это все свежие это все свежие овощей немного огурцы перцы ящик помидор там салаты это старые свежие яблоки папайя бананы арбуз дыни лук морковка сладкая картошка свекла обычная картошка тыква в принципе это все что нам привезли ну как сказали что это примерно на 5 дней мы конечно посмотрим вроде как на следующей неделе должна быть большая провизия уже полная то есть с мясом и большим количеством овощей сухой склад и так далее но то что привезли это реально типа вообще ни о чем посмотрим надеюсь что все таки на следующей неделе хотя другие говорят об обратном что мы ни в какой порт на следующей неделе не пойдем печально опять начинается завтра завтра получается только три ящика яиц и все вот так я честно говоря не знаю как этого хватит нам на две недели если на следующей неделе ничего не привезут ну будем опять без салатов без овощей без фруктов как они считают это тоже очень интересно на кофе тайм сосиски в тесте такие красивые так делаю кофе и дальше работать так мы все таки будем заходить в пор через несколько дней но не за основной провизии и вообще не за провизией а за расходниками за диспенсерами за мусорными мешками за ведрами для туалетов потому что у нас туалетная бумага ну точнее туалетная бумага а бумага для рук ее нельзя выкидывать в туалет вот потому что она сильно плотно не растворяется и для этого нужны мусорные ведра и заказали диспенсеры для полотенец заказали то есть много расходников которые приедут в порт надо все проверить то что комбоз заказал чтобы ничего не пропустили чтобы все привезли в принципе все планируем барбекю приготовить где-то к концу недели потому что мы будем вот зайдем в порт загрузим все что нам надо и пойдем на ряд на якорь и на якорь уже сделаем барбекю там поменяем место стоянки и будем делать барбекю я вот сейчас поговорил с комбозом как она вообще это планирует как она себе это видит на лишь у нас вот шеф он очень опытный в этом плане он делал много разных блюд вариаций на барбекю я такой окей тогда я не переживаю посмотрим если что в следующий раз буду делать я ну как с пиццей получилось помните вот ну а пицца за мной кстати так и осталось каждую субботу делаю пиццу я одно что то вот мне не понравилось в прошлый раз она не сильно подрумянилась снизу она будет поиграться с режимами потому что я и на двести двадцать градусов выпекал двести на сто девяносто тоже со временем игрался но все равно вот я вот хочу на псв когда работал я делал пиццу и она прям и снизу и сверху подрумянинная такая была с корочкой вот здесь что-то вот снизу она она готовая но нет вот это вы знаете румяного цвета она будет поиграться может я не знаю но портфиня как бы прогреваются но я там готовил с специальными портфинями с отверстиями для пиццы такие вот если не хорошо продаваются здесь обычные стандартные портфиня может пергаментная бумага но это же как-то глупо хотя не знаю как вы считаете напишите в комментариях из-за чего пицца не достаточно пропекается снизу может потому что я пар не включал только на ну не на гриле а просто режим духовки обычный но он с конвекцией все равно я готовил на примерно таком же пара конвектомате вы помните только фирма была другая надо поиграться короче с режимами это тоже вроде как бы одинаковая техника но по-своему отличается так сейчас пойду на мост скажу капитану что мы заходим в порт такого-то такого-то числа потому что по сути вся информация только через меня проходит потому что ну тоже странно как бы но в копию мостик не ставят в письма в основном приходят комбосу она мне рассказывает всю информацию и последующие какие планы и действия я это все обсуждаю на мосту с офицерами рассказываю какие дальнейшие планы и действия у нас и так и работаем так что пошел я на мост побеседую ужин уже в полном разгаре показал еще раз как пользоваться оборудованием все понимают надеюсь все будет спокойно в этой с этой командой смотрим не переключайтесь смотрите жарятся говядину на ужин потом ее мелко нарежут вот и ужин готов друзья так как они как обычно стандартные гарниры здесь у нас гороховый суп здесь жареный нарезанный стейк броккори с чесноком и куриное лазанье сегодня ну в этот раз я ничего не подсказывал это бразильское куриное лазанье вот этот десерт обалденный и салат-бар красота то добье все теперь точно все готово это кстати вот бразильский десерт они его готовят очень часто здесь сгущенное молоко молоко это молочный пудинг у них называется он по вкусу как крем-брюле карамель но без ванили но очень вкусный очень вкусный ну что будем отталкиваться от того что есть от тех продуктов что нам привезли как бы ну вариантов других нету ладно ночью ребята здесь наведут порядок и все будем работать так что друзья что я вам хочу сказать огромное спасибо за просмотр я думаю на этом мы закончим сегодняшний выпуск сегодняшний ролик с провизией вот наконец-то мы ее получили всем огромное спасибо подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч дальше будет еще интересней скоро барбекю будет как один из людей когда у нас у вас будут быть Продолжение следует...